Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об оригинальных приемах посадки саженцев, плодовых растений, ягодных растений, декоративных, хвойных и кустарниковых. Я расскажу об основных принципах, которые необходимо соблюсти для обеспечения хорошей приживаемости саженцев. Первый прием, который нам позволит получить хорошую приживаемость саженцев, это копка адекватного размера ямы. Яма должна быть выкопана таким образом, чтобы корневая система саженца, мы должны его обязательно осмотреть внимательно, оценить объем корневой системы, чтобы саженец этот попадал туда, внутрь полностью, чтобы корешки не загибались, не загибались из ямы, когда они в яму, когда они попадают, чтобы они не торчали, не загибались вот таким вот образом, и чтобы корневая вот эта шеечка была ниже уровня ямы, борта ямы верхнего, ну на несколько сантиметров. Сейчас вы поймете, почему это необходимо. Вообще саженец состоит из корневой системы, вот эта вот часть, где развиваются корни, называется подвоем, вот эта вот часть называется привоем, вот эта часть как раз является сортовой, а вот эта часть выполняет очень важные функции питания нашего саженца. Он бывает карликовый, полукарликовый, но сейчас очень редко можно встретить старорежимный семечковый подвой, который обеспечивает рослые растения. Ну сейчас растения все предпочитают садовые, компактные. Вот эта вот часть называется корневой шейкой. Корневая шейка это часть подвоя, которая ни в коем случае не должна быть засыпана. Корневая шейка это граница между стволом и корневой системой. Когда вы высаживаете саженец, вот корневую шейку не только нельзя заглублять, а можно ее оставить даже немножечко выше. Почему? Потому что по мере проседания грунта корневая шейка будет заглубляться немножечко, заплывать грунтом. И если она закроется слишком сильно, тем более закроет точку прививки, то это будет очень-очень плохо для семечковых и косточковых растений. Саженец не только будет плохо плодоносить, но он еще может и вовсе погибнуть. Именно вот с учетом этих особенностей и нужно выкапывать яму. После того, как вы выкопали яму, надо посмотреть, какой грунт находится на дне. Если на дне ямы находится низкоплодородный грунт, то в этом случае очень хорошо заменить десяток сантиметров этого грунта низкоплодородного высокоплодородным грунтом, который вы выкопали с поверхности прикопки ямы. Либо же вообще приготовить компост для того, чтобы именно компостом засыпать эту яму. После того, как вы приготовили яму, вы можете взять минеральное удобрение. И вообще я небольшой поклонник использования органических удобрений, больших доз минеральных удобрений для заправки ямы. Сейчас корни должны как следует прижиться, как следует им надо дать возможность начать расти. И вот высокие дозы удобрений будут создавать неблагоприятные условия для роста корней. А корни должны углубляться внутрь в поисках воды и в поисках питательных веществ. Потому что корни это и ноги, и желудок, и проводящая система для растения. И от того, насколько хорошо будут развиты корни, всецело зависит дальнейший успех в получении хороших урожаев. И устойчивость этого саженца к неблагоприятным факторам окружающей среды. Но можно взять буквально одну горсть, небольшую удобрения и поместить на дно ямы. Между слоем удобрения и корнями должен быть слой грунта ну хотя бы 5 сантиметров. Для того, чтобы корни непосредственно не контактировали вот с этими крупинками удобрений. Для того, чтобы корни как следует прижились, я предлагаю вам сделать особый эликсир, которым вы будете обрабатывать корневую систему. Для приготовления эликсира нам понадобится, ну в зависимости от того, сколько у вас саженцев, ну буквально пол ведерочка воды. Также нам понадобится обязательно глина, которую нужно будет в этой самой воде растворить до получения сметанообразной массы. Кроме того, в этот раствор необходимо положить какие-то стимуляторы роста корневой системы. Такими стимуляторами роста корневой системы могут быть препараты Гулливер и Стимул. Их можно положить в соотношение 1 к 100 по объему вот этого нашего стимулятора. Но я честно вам скажу, что для плодовых растений, как бы я не любил эти препараты, они действительно очень хорошо стимулируют рост корневой системы. В силу того, что содержат гормоны, вот в этом содержатся ауксины, а вот в этом содержатся также естественные бактериальные гибериллины. Но я все-таки предпочитаю триходерму. Вы можете взять любой препарат триходермы, надежный, который содержит эту самую триходерму, и использовать его по инструкции. Препараты разные и так далее. Но я все-таки буду использовать вот такой вот трутовичок, который у меня уже очень хорошо оброс триходермы. Вот здесь вот виден рост этой самой триходермы. Он буквально весь покрыт грибами триходермы. Конечно, кто-то ужаснется, скажет, какой кошмар. Трутовик, враг плодового сада. И он его использует для посадки того же плодового дерева, которое может им заразиться. Но, во-первых, заразиться трутовиком может только ослабленное, как правило, старое дерево, которое и так уже мало жизнеспособное. Во-вторых, присутствие трутовика, обрастание триходермы трутовика говорит о том, что трутовик этот уже мертвый. Если есть здесь триходерма, и она обросла трутовик, это означает, что трутовику уже не жить. Он уже не жизнеспособный. Поэтому его необходимо поместить во влажную камеру, как описано в одном из наших роликов. Посмотрите, пожалуйста, и сделайте точно так же. Ну, как вот такой вот трутовик можно положить в эту яму? Он очень здоровый. Ну, хорошо, когда трутовичок небольшого размера. Его прямо туда в ямку можно положить, и все. А вот такой вот трутовик можно взять просто вот в это же пол ведра воды, запихнуть, и как следует, как следует, как следует, как следует обмыть водой. Одновременно, когда вы обмываете водой этот трутовик, у вас в эту воду смываются споры триходермы, и ваш раствор получается весь-весь-весь насыщен спорами триходермы. Это очень и очень благоприятно для дальнейшего приживания корней и защиты их от целого комплекса различных заболеваний. Корневые губки, там бог знает что еще. Если у вас одновременно на вашем участке распространены личинки майского жука, проволочники, различные почвенные вредители, вы когда будете копать яму, вы непременно увидите, что они у вас там есть. Вы также в этот эликсир для корней можете прибавить дополнительное количество гриба метаризиума. Он там подружится, каждый из них займет триходерма метаризиум, каждый из них займет свое место, и таким образом они будут защищать наш саженец от каких-либо повреждений. Кроме того, что вы можете взять триходерму с трутовика, точно так же можно триходерму вырастить на вот таких вот деревяшечках из леса. И вот такие вот деревяшечки из леса, вот здесь очень-очень хорошо видно, как уже вся-вся-вся деревяшечка заросла триходермой. Вот просто взять такую одну деревяшечку и бросить на дно вашей ямы, для того, чтобы она была хорошим источником триходермы и длительное время защищала ваш саженец от целого комплекса заболеваний. Ну и как вы уже знаете, триходерма способна в значительной степени также стимулировать рост корневой системы. Это очень дружественный гриб для саженцев плодовых растений в том числе. Еще одним важным компонентом приготовления вот этого эликсира для обработки корней плодовых, ягодных, декоративных, в том числе хвойных саженцев являются гуматы. С гуматами ни в коем случае нельзя переборщить. В большой дозе гуматы работают как ингибиторы роста, а вот в разбавленном виде, в очень разбавленном виде гуматы как раз могут хорошо простимулировать рост и триходермы на корнях, и самих корней. Ну вот здесь у меня препарат, который надо разбавлять в соотношении 1 к 100 в соответствии с инструкцией. Поэтому все препараты разбавляются в соответствии с инструкцией. Я сюда прибавляю соответственно этот объем и далее вымешиваю как следует получившийся мой эликсир до однородной такой почти сметанообразной массы. Сметанообразная масса, которая получается из-за размокшей глины, позволяет сохраняться моему эликсиру на корнях плодовых деревьев достаточно длительное время. Каждый корешочек, который будет опущен в этот эликсир, будет, как бы сказать, обогащен, обмазан этим эликсиром. И таким образом будет очень-очень хорошо обработан и обогащен всеми веществами, входящими в состав моего эликсира. После того, как саженец был обработан, мы можем приступать к его посадке. Посадка самого саженца не представляет большой сложности. Необходимо его установить вертикально, для того, чтобы он никуда не наклонялся. Немножечко приподнять до того уровня, который мы будем засыпать его, и даже немножечко выше, с тем, чтобы последствия, когда мы будем утрамбовывать почву, он не был засыпан, не была засыпана корневая шейка. Когда саженец засыпется наполовину, его в обязательном порядке необходимо полить. Поливать его надо чистой водой, но я рекомендую полить его не просто чистой водой, а с добавлением на ведро воды одной чайной ложечки нашатырного спирта. Во-первых, это дополнительное азотное питание, и будучи закопанным в землю, вот этот вот раствор, попавший в землю, он не будет слишком быстро испаряться из почвы. Маленькая доза не позволит корням ощутить какое-то отрицательное воздействие нашатырного спирта. Но я в процессе копки ямы обнаружил, что у меня здесь довольно много проволочника. Как видите, здесь довольно сильный дерн, довольно сильный мощный травостой, особенно много пырея. А пырей – это просто первый признак того, что в почве будет довольно много проволочника. Поэтому я чайной ложечкой на ведро воды нашатырного спирта 10% раствора аммиака обогащаю тот раствор, и он будет хорошо отпугивать почвенных вредителей. Метаризиум будет тех вредителей, которые подползли, уничтожать. Триходерма будет стимулировать рост корневой системы и отбивать атаки различных патогенных грибов. Ну и гуматы будут также хорошим ростостимулятором для того, чтобы саженец прижился очень и очень хорошо. Таким образом, вот так вот посаженный саженец без полостей внутри, то есть именно вот этот полив в процессе посадки саженца, не позволит образовываться полостям воздуха внутри и позволит почве как следует прилегать к корневой системе. Именно вот таким вот образом посаженный саженец будет хорошо расти и даст нам впоследствии очень хороший урожай. Если вы не уверены в том, что ваш саженец полностью свободен от каких-либо патогенных микроорганизмов, а надо сказать, что питомники, как бы хозяева питомников не старались, как бы агрономы там не старались, но все-таки, когда саженцы выращиваются в большом количестве скучно, распространение различных заболеваний там имеет место быть. А вот на саженцах признаки этих заболеваний не всегда видны. Поэтому после посадки саженца возьмите, пожалуйста, или раствор фенола аптечный, или сделайте раствор гипохлорита, как мы показывали в одном из наших роликов, и обработайте поверхность саженца, можете промазать его весь-весь-весь от верхушки до низу кисточкой, либо можете опрыскать его полностью, но в этом случае, конечно, расход раствора будет повыше. Но эти все составы позволят вам быть уверенным в том, что саженец ваш не будет болеть болезнями, принесенными из питомника. И таким образом вы сохраните здоровье вашего сада. Что ж, казалось бы, несколько такая сложная процедура, но, как видите, уже за это время, пока я вам это рассказываю, саженец мой уже посажен. И занимает все это не так много времени. Если у вас много саженца высаживается, вы уже сделали болтушку, и все саженцы в эту болтушечку будете опускать, 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 и таким образом у вас работа пойдет споро и быстро. Что ж, на этом я заканчиваю свой рассказ о приготовлении такого эликсира для саженцев и о основных правилах и принципах посадки саженцев. Надеюсь, какие-то элементы этой технологии пригодятся вам. Ну а если вы хотите дать 150% технологии, то можете использовать все до единого приемы при посадке саженцев, о которых я вам сказал. Что ж, посадка кустарников той же смородины отличается от посадки косточковых и семечковых саженцев деревьев лишь тем, что различные кустарники, смородину, крыжовник, красную, черную смородину, малину, можно заглублять почти до половины, засыпать корневую шейку до половины высоты саженца. А вот косточковые и семечковые, и орех, и грецкий фундук засыпать в шейку ни в коем случае нельзя. Применяя эти правила и простые приемы, вы добьетесь прекрасного урожая. На этом я прощаюсь с вами, хороших урожаев и до новых встреч!